Для того, чтобы решить вопросы с газом, жителям садоводческих товариществ больше не нужно искать приемную и стоять в очереди. Стартовал пилотный проект, благодаря которому теперь мобильные абонентские пункты будут приезжать в поселение. Основная задача мобильных пунктов – работать по садоводческим товариществам, там, где большое количество проблем, и людям зачастую очень сложно к нам попасть. Работа проводится совместно с администрацией города Ростова-на-Дону и с «Газпром» газораспределения. Это комплексный подход для решения задач абонентов на территориях. Первым в этой программе стало садоводческое товарищество «Авангард». На возможность пообщаться с представителями газовых служб откликнулись многие. Обратиться в мобильный пункт можно было по всем возникающим вопросам – от консультации по тарифам до проблем с установкой счетчиков. Также можно было заключить договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. В случае, если у абонента такой договор отсутствует или закончился срок его действия, мы готовы заключить договор с абонентом на месте, либо получить от него оферту, то есть заявку на заключение такого договора с указанием контактных телефонов. Впоследствии мы свяжемся с таким абонентом и проведем выполнение технического обслуживания. В садоводческом товариществе «Авангард» мобильные пункты будут работать два дня. Такие выезды будут проводить регулярно. Периодичность и порядок встреч с жителями установят с учетом пожеланий граждан. Я думаю, что в процессе работы мы модернизируем это все, как лучше для жителей, в какие часы может быть или какие дни приема. Поэтому все это на стадии только пилотного проекта, но я думаю, что это притворится все в жизнь. Такие выезды направлены на улучшение качества обслуживания, а также на повышение платежной дисциплины населения. Девять игр и девять побед. Такой стопроцентный результат воспитанники Академии «Реал Мадрид» ДГТУ привезли из Лиссабона. Третий год подряд футболисты возвращаются с крупного международного чемпионата «Альма» с победой. На открытии турнира пригласили все команды, была жеребьевка, где по два представителя от каждой команды выходили, вытаскивали шары. Первый шар – это было название страны, второй шар – это был порядковый номер. Россию вытащили первый, так как бы хороший был знак. Проект Академии спортивного и социального развития детей и молодежи «Реал Мадрид» ДГТУ реализует уже четвертый год совместно с региональным правительством и Министерством спорта. Сегодня в Академии обучается более 100 ребят от 6 до 15 лет. Большая часть из них – из малообеспеченных семей. На этот раз в Португалию отправились воспитанники 11-12 лет. В первую же игру ребятам попался один из самых сильных соперников – Марокко. Первый матч, самый первый, мы даже не ожидали от этого, были не настроены еще, а уже во все матчи мы настроились силой и духом и всех выиграли. Все же самая сложная игра получилась румынской командой, признали спортсмены. Футболисты пытались взять реванш у россиянца прошлогодний матч, но в итоге 4-2 в пользу ростовчан. Ну, были хорошие ребята, которые умели играть в футбол. Ну, было с ними тяжеловато играть чуть-чуть. Они просто были очень жесткие, они как бы стояли, но мы все равно их преодолели. Главный трофей с турнира – Кубок за единство. Организаторы и соперники посчитали ростовскую команду самой сплоченной. Послание куратора российской школы Игнасио Абаскаля передал тренер Юрий Лыков. Вы являетесь сейчас примером для всей Европы, как в игре в футбол, так и в линии ценностей, которые мы проповедуем. В Донской столице отметили День работников морского и речного флота. Ростовский порт относится к числу наиболее крупных и технически оснащенных портов в европейской части России. В большой ежегодный праздник набережная встречает работников разных отраслей водной акватории. Для меня этот праздник – это вся моя жизнь. Я с курсантских времен и по сей день связан с флотом работаю. Помимо концертной программы для гостей подготовили угощение – традиционное блюдо – макароны по-флотски. Выход главных героев дня ждали с особым интересом. Парадное шествие судов открывает спортивно-технический клуб «Патриот». При прогулке на катере необходимо соблюдать правила безопасности, поэтому нам выдали специальные спасательные жилеты, и мы отправляемся на праздничный парад. Возрождаются былые традиции. Морская коллегия проводит водно-спортивный праздник. Для этого привлекли спортсменов моторного транспорта и аквабайкеров водно-технического клуба «Патриот», которому в этом году исполняется 35 лет. Сегодня, как и прежде, интерес молодежи к занятиям катерным спортом сохраняется, отмечает руководитель клуба. Когда приходит к мне молодежь записываться, они говорят, мы пришли к вам записываться. Я говорю, записываться не надо, надо приходить заниматься и работать, чтобы я знал вас, вы знали меня. Примерно у нас занимается 35-37 человек в настоящий момент времени. Судов у нас своих личных клубовских 7. В составе команды есть и именитые спортсмены. Самый молодой гонщик Артур Боровин, ученик Сергея Кузнецова – призер чемпионата мира, чемпион Европы по водно-моторному спорту. По мнению тренера, он самый перспективный и быстрый участник. Сам Артур о своих победах рассказывает сдержанно. Мы занимали призовые места в этапах чемпионата мира и заняли первое место в 2007 году в чемпионате Европы, который проходил в Москве. Маленькая гордость, наверное, в первую очередь, что я смог чего-то добиться. Зрители с овациями встречают грузовые морские суда, украшенные флагами государств. Завершается шествие протяжными гудками сирены. Второй международный фестиваль сценического искусства среди молодежных самостоятельных коллективов «Театральная вольница» стартует в Ростове. В Донскую столицу приехали 22 коллектива из России, а также заграничные группы из Донецка, Харцизка, Харькова. В Ростов представит театральная студия Донского государственного технического университета «ЛИС». После первого могу сказать, что это была определенная атмосфера, что мы жили, мы были одной семьей. Это было очень, очень, ну вот, как говорят, словами не описать, как это было. Это было реально, как молодежь говорит, круто, просто круто. Оценивать выступления коллективов доверили профессиональному жюри, в состав которого входят актеры, режиссеры, сценаристы. Некоторые из них приехали из-за рубежа, например, актеры-продюсеры из Германии Арвид Книппенберг. В прошлом году я был очень сильно удивлен, какой уровень фестиваля тут был задан. Таких фестивалей я в Европе нигде не встречал, реально. И само открытие, и закрытие, и вся эта организационная тема очень сильная, мне так показалось. За время проведения театральной вольницы коллективы представят 22 разножанровых спектакля, в каждые из фестивальных дней по пять. Для зрителей вход на все представления бесплатный. Закончится праздник сценического искусства 9 июля вручением наград победителям и церемонией торжественного закрытия.